Отпуск продолжается. Как это? Ты же его только недавно отгуляла. Еще хочу, но только по трудовому кодексу. Я же не прогульщица. Тогда будем изучать его вместе с нашим гостем, адвокатом Губановым Василием Александровичем. Василий Александрович, доброе утро. Доброе утро. Проходите, пожалуйста. Ну что ж, многие уже вернулись из отпуска. Некоторые люди только собираются. А некоторые, кстати, умеют сделать из одного отпуска несколько. Вот первый вопрос. Насколько частей можно дробить оплачиваемый ежегодный отпуск, прибавляя его к выходным? Вот расскажите. Ну, по законодательству отпуск можно дробить действительно на несколько частей. Единственное, трудовое законодательство требует, чтобы отпуск был не менее 14 календарных дней. И, естественно, нужно будет согласовать это все с работодателем. А с какой периодичностью их нужно взять? Вот, допустим, через месяц, можно через неделю. Закон не запрещает. Можно взять и через месяц, можно и меньше. Все зависит от работодателя, согласится он с этим или нет. А как вот быть, если во время отпуска заболел, и что можно придумать, может быть, сделать, чтобы и отпускные дни не пропали, и больничные выплатили? Ну, выдумывать ничего не надо. Это законодательство говорит о том, что отпуск продлевается на количество дней болезни или может быть предоставлен по желанию работника. А в любое другое время. А больничные выплатят? Конечно. И больничный лист будет оплачен. Василий Александрович, а какие еще виды отпуска бывают? Бывают виды отпуска ученические для лиц, обучающихся и в вечерних школах, и в средних специальных учебных заведениях, и в высших учебных заведениях, без отрыва от производства. Отпуск для лиц, работающих с ненормированным рабочим днем, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера или приравненных к районам Крайнего Севера. Ну, и ряд других отпусков специфических для различных отраслей. А кто может уйти в декретный отпуск? Только мама или мама и папа? Да. Трудовое законодательство нам говорит о том, что в отпуск, по уходу за ребенком, до достижения возраста трех лет, может уйти любой из родственников. Мама, папа, бабушка. А и бабушка, и дедушка. И дедушка, и другие родственники, которые фактически участвуют в уходе за ребенком. А вот есть еще какие-то несколько дней, которые может получить муж или папа новорожденного тогда, когда родился ребенок. Но они, по-моему, неоплачиваемые, правильно? Да, этот отпуск предоставляется по семейным обстоятельствам, без сохранения заработной платы, может предоставляться до пяти дней. А вот еще расскажите по поводу красных дней календаря. Нам их оплачивают по законодательству или нет? И есть ли какая-то разница между организациями государственными и частными? Разницы нет. Трудовое законодательство распространяется на всех работодателей, как на государственные, так и на частные. И рабочий день сокращается перед выходными или праздничными днями ровно на один час. Некоторые люди предпочитают не уходить в отпуск, а трудиться, а потом забирать компенсацию. Есть ли у законодательства какое-то управа на трудоголиков? Если так можно выразиться, то есть управа. Закон у нас требует, чтобы работник уходил в отпуск ежегодно. И только при исключительных обстоятельствах отпуск по желанию снова же работника может быть соединен за два года. Но, тем не менее, законодательство требует, чтобы получали только отпуск без компенсации. И только если отпуск свыше 28 рабочих дней, только тогда можно получить определенную компенсацию. Но снова же по желанию работника. Отпуск для молодоженов. Сколько дней дается им на то, чтобы отпраздновать свое событие? И в этом случае оплачиваются ли им дни, которые они не проводят на работе? К сожалению, такой отпуск не оплачивается. Но по законодательству работодатель все-таки обязан предоставить такой отпуск при вступлении в брак не более пяти суток. А мне еще интересно, привязка должна быть к дате свадьбы? Конечно, конечно. К дате регистрации. А за что назначаются отгулы? Как им правильно пользоваться? И можно ли вообще денежную премию за них получить? Ну, отгулы назначаются за сверхурочную работу. За первые два часа оплачивается в полуторном размере, за остальные часы в двойном размере. Но по желанию работника возможно получить и отгул. Но надо не забывать, что отгул не должен превышать количество сверхурочных отработанных часов. Это единственное условие. И я все-таки напоследок хочу подвести черту. Итак, пятница на самом деле по трудовому кодексу это короткий день. Это не мы себе придумали. Это не нам просто так хочется побыстрее убежать с работы и заняться какими-то семейными делами. Правильно же, да? Да, все верно. По трудовому законодательству перед выходными и праздничными днями рабочий день сокращается ровно на один час. Спасибо большое вам, Василий Александрович, за консультацию. Вот говорила же я тебе, что пятница на самом деле короткий день. Так что обязательно сегодня уйдем домой пораньше. На целый час. А я сейчас сбегаю в отдел кадров и проверю, может быть у меня там есть какие-то отгулы или какие-то компенсации. Мне прям вот очень нужно. Подожди, подожди, Алена, а программу я с кем вести буду? Ну я быстро вернусь, ты посмотри, что там у нас дальше по сценарию, прошу. А далее у нас по сценарию новости.